У меня сейчас очень приятное, возбужденное состояние, несмотря на то, что такая была трудная неделя. Трудная неделя, потому что, с одной стороны, такое очень наполнено, насыщено спектакли, съемки, какие-то фотосъемки. Все время там планируем дальше, что будем дальше снимать. Это полный кайф, но все равно, конечно, устаешь, потому что это работа. Это работа, что рада ночи, и концентрация, когда работаем над рецептами, когда готовимся, чтобы снимать. Понимаете, когда снимается 12 завтраков в один день, и нужно четко представлять, что за чем идет, в каком рецепте что нужно, где ингредиенты, как подготовить и так далее. Это требует такого серьезного напряжения. Тем не менее, очень приятное сейчас состояние, не только потому, что закончится какой-то период съемочный, и будет сейчас какая-то пауза, я к детям поеду к своим. Но еще потому, что я сейчас еду на презентацию книжки. Вышла эта детская книжка, которая называется «Детское питание с рождения и старше». Книжка, которая далась таким тоже серьезным трудом. Но вообще книжки не просто даются. Я сейчас рассказываю про эту книгу не с точки зрения писателя. Там писательского труда-то не так много. Это как я с вами разговариваю. Если сейчас по результатам нашего разговора назвать меня, либо сравнить с Познером, или еще с какой-нибудь актрисой, которая играет в театр одного актера. Нет, ведь это совсем другой жанр. Точно так же в моей книжке «Кулинарный» или «Детей» или «Я бегу живу», от которой я очень горжусь. Это другой жанр. Это такие размышления вслух, размышления записанные. Там нет никаких слишком сильно глубоких мыслей. Там все это, на мой взгляд, должно быть прикладно. То, что может кому-то пригодиться. То, что мне какие-то истины, которые, может быть, знают все, но если их один раз повторить и донести каким-то языком таким, понятным, потому что, естественно, я не педиатр, естественно, я не диетолог, естественно, я не человек, который профессионально занимается тем, какое должно быть здоровое, сбалансированное питание. Я совсем другими вещами занимаюсь. Но я думаю о том, чтобы выглядеть хорошо, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы силы были, чтобы работать можно было побольше, и чтобы дети у меня росли здоровыми, сильными, красивыми, умными и так далее. Поэтому накапливается какой-то опыт. И так случилось. Но так случилось. Повезло, что есть интерес у издательства, чтобы это опубликовать. Это кто-то покупает, кому-то это интересно читать. И получается, что я это делаю для тех людей, которым это действительно нужно. Действительно они хотят об этом услышать. Поэтому я сейчас испытываю, у меня правда такое хорошее возбуждение, такой, наверное, адреналин, потому что сейчас будут читатели, нужно будет книжки подписывать, автограф, и потом будут какие-то вопросы задавать, наверное, журналисты, и все. А потом будем шампанское пить.